Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание номер 10. На черте два прямоугольника по данным из следующей таблицы. Заверши заполнение таблицы в тетради, сравни периметры этих прямоугольников, сравни площади этих прямоугольников. Используя данные из заполненной таблицы, установи, могут ли прямоугольники иметь равные периметры, но разные площади. Перечертим таблицу из учебника в тетрадку. И теперь по данным из таблицы построим прямоугольники. Итак, смотрим на первую строку. В первой строке указаны длина и ширина прямоугольника. Чертим прямоугольник. Длина 8 см, чертим отрезок 8 см. Вот он. И ширина 2 см. Тогда чертим отрезок в 2 см. Таким образом, чтобы два отрезка находились друг по отношению к другу под прямым углом. И дальше вот так еще одну длину и еще одну ширину. Получили первый прямоугольник. Пересмотрим на вторую строчку. Во второй строчке указана длина 6 см. Вот мы отрезок 6 см отложили. И еще один отрезок 4 см. Это ширина по таблице. Ну и достраиваем сам прямоугольник. Получился второй прямоугольник. Теперь нам нужно заполнить таблицу. То есть нам нужно рассчитать периметры и площади обоих прямоугольников. Начнем с первого прямоугольника. Начнем с его периметра. Мы знаем, что для того, чтобы вычислить периметр прямоугольника, нужно длину сложить с шириной и результат умножить на 2. То есть 8 см плюс 2 и умножить на 2. Это будет равно... 8 плюс 2 – 10. 10 умножить на 2 – 20 сантиметров. Внесем эти данные в таблицу. 20 сантиметров – периметр. Теперь вычислим площадь. Так напишем. Площадь. Чтобы вычислить площадь, мы должны длину умножить на ширину. 8 умножить на 2 – это будет 16. И поскольку у нас длина и ширина были в сантиметрах, то площадь будет в квадратных сантиметрах. Запишем в таблицу. 16 квадратных сантиметров. Теперь третье. Теперь мы переходим ко второму прямоугольнику. Вычислим его периметр. Длина – 6. Ширина – 4. 6 плюс 4. И умножить на 2. Это получается... В скобочках у нас 10 на 2 – это 20 сантиметров. Так. Ну и действие четвертое. Вычислим площадь. Так. Площадь – это произведение длины и ширины. Значит, 6 умножить на 4 будет равно 24 квадратных сантиметра. Так. Давайте вот здесь точки запятую поставим после каждого действия. Теперь полученные данные мы внесем в таблицу. Для второго прямоугольника его периметр 20 сантиметров, а его площадь 24 квадратных сантиметра. Как мы видим, оба прямоугольника имеют одинаковые периметры по 20 сантиметров каждый, но при этом имеют разные площади. Поэтому мы можем сделать такой вывод. Давайте запишем ответ. Прямоугольники могут иметь равные периметры, но разные площади. Запишем это. На этом всё. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.